Так, мы еще к нам К нам будут, видимо, постоянно Добавляться, поэтому Рады приветствовать вас, Александр Спасибо большое Огромное спасибо В каком-то там В 2006 год О, да, точно Я же вам эту статуэтку вручала Кстати, да Где же она у меня Серьезно, она у вас Конечно, вы что, это же мой первый Приз Как же я Как же я от нее избавляюсь Я думаю, с этого мы тогда, наверное, начнем Рада всех приветствовать У нас сегодня Встреча с Потрясающим Александром Бузиным Который живет в городе Улон-Удэ И сейчас Работает сценаристом для Большого проката, если можно так сказать Вот Начинал Александр с Режиссуры Насколько я помню Был потрясающий фильм Время, да, назывался? Да Кажется Да И я вот Помню, что Это был кинофестиваль И Мы тогда с членами жюри Единогласно приняли решение Что это был один из самых лучших Запоминающихся фильмов Александр Александр Как же так получилось, что вы от режиссуры начали заниматься сценарным мастерством Во-первых, еще раз хотел бы сказать спасибо огромное за приглашение Мне очень приятно Что вот так вот Все получается Рад буду сегодня с вами пообщаться Вот По поводу вопроса Но я не могу сказать, что я изначально как-то был нацелен на режиссуру Просто получилось, что Пришлось заниматься всем вместе У нас в городе Улан-Удэ объявили первый улан-удэнский питчинг сценаристов А поскольку Кино было моей любовью с самого детства Мне предложили в этом питчинге поучаствовать Я написал сценарий Мне дали собственно бюджет на съемку этого фильма И да Пришлось сделать все самому То есть И сценарий написал я И снимал камеру я Кто-то там что-то говорит Так Кто там что говорит В общем пришлось Анна Здравствуйте Нет, не Анна Так А что-то практически никого не видно А вы просто Я думаю, что Чуть позже, когда они будут задавать вопросы Они будут Да Они будут появиться Или люди просто Неподвижно стоят кто-то там вот На мосту Кто-то спиной К нам Вот В общем, да Там не режиссура на самом деле была Там было все Там была и операторская работа И сценарная И музыку я тоже написал И снимал на камеру И монтировал Так что нельзя сказать, что я ушел От режиссура в сценаристику Там в общем Пришлось побыть немножко человеком-оркестром Но мне всегда нравилось рассказывать истории Начинал я, наверное, все-таки Даже не с режиссура А с писательства У меня есть несколько коротких рассказов Которые я писал в разные годы своей жизни Где-то там что-то даже публиковался Но, наверное, то, чем занимаюсь я Сценаристикой Мне ближе всего Потому что работа режиссера Она все-таки достаточно сложная Я Познал это на себе Видел со стороны И сценаристам Мне быть нравится больше Так что можно сказать Что я, наверное, нашел себя В кинопроизводстве Вот Надеюсь, ответил Да, Александр, спасибо Я думаю, что у наших участников Очень много вопросов Есть к вам Поэтому я не буду занимать Занимать время А дам им возможность Так сказать Задать вопрос лично Пожалуйста Кто желает быть первым? Друзья Кто желает первым задать вопрос Александру? Ну, видимо, все на этом Если позволите Можно ли мне? Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте, Александр Хотелось бы вам задать вопрос Насколько вам было сложно Работать в жанре боепик? То есть писать для него сценарий Это очень большая ответственность Так как вы проживаете буквально Жизнь человека Как это было? Насколько это сложно? Думано было разрешить Ну, достаточно сложно Я вам так скажу Но смотрите Я же не один сценарист на проекте То есть изначально Был написан сценарий Сценаристом замечательным Дмитрием Лемешевым Я подключился чуть позже Написал для сериалов Фэнтези-Люни Ну, плюс там Кое-что Добавлял В биографическую Часть Но Поэтому я Наверное Всю Всю сложность Всю сложность работы Над боепиком Именно, может быть И не ощутил Но Со стороны В общем-то И Ну и так сказать Все равно Участвуя в процессе Я понимаю, что Да, это очень сложно Действительно Потому что Когда ты придумаешь Историю Про выдуманных персонажей У тебя есть Свой четкий взгляд Своя четкая позиция Относительно их характеров Относительно их поступков А здесь Тем более Когда мы говорим О публичных людях О публичных Личностях На разные На одну и ту же ситуацию Могут быть Несколько разных взглядов И Показать одну и ту же ситуацию Более-менее Как-то объективно Это Чрезвычайно Просто сложная задача Поэтому Честь и хвала Дмитрию Лемешеву Мне было Как-то Легче В этом плане То есть В биографию Мною Были добавлены Какие-то Такие Веселые По большей части Моменты Кое-что Даже не знаю Вот как сказать Но Наверное Работа над биографией Заняла Процентов Может быть 20 От всего Объема Того что происходило В общем Не так уж было Сложно мне Наверное Как основному сценаристу Вот так Мне кажется На самом деле Вы скромничаете Потому что Все-таки Укороляешь Например Моя огромная Фан-база И Я думаю Что здесь Такая большая Ответственность Перед кучей людей Когда Ты Пытаешься Так сказать Передать Какую-то атмосферу И так далее Вот И реакция Всегда будет Разная В данном случае Это сложно Она и была Собственно Она и была Разная реакция Нет У меня Не могу сказать Что у меня Было какое-то Дикое чувство Ответственности Потому что я С детства Люблю группу Король и Шут Обожаю Поэтому На силе любви На энергии любви Я Это сделал У меня не было Каких-то сомнений Какого-то Страха Относительно того Что может быть Не надо Нет Я знал Что мои чувства Искренне и чистые Поэтому я Делал Как читал Мне очень понравились Диалоги Они были Очень потрясающие Скажите Пожалуйста Вот вы Когда писали Диалоги Вы изучали Их манеру Говорить Как-то Может быть Какие-то Слова Привычные Как это Все происходило Ну Значит Во-первых С учетом того Что я Поклонник Большой группы Я видел Множество интервью Я примерно Представляю Как кто Говорит Опять же Повторюсь Биографию писал Не я один Ее в основном Писал Дмитрий Лемешев Так что Я там что-то Где-то от себя Добавлял Ну Плюс С Андреем Князевым Я общался Несколько раз По телефону Нужно было Выяснить Пару моментов Для того Чтобы правильно Отобразить их В сценарии Так что Вот что-то Взял Оттуда Что-то Что-то Привнес от себя Потому что Ну Так или иначе Герои На экране Это не совсем Те люди Которые Есть И были в реальности Поэтому можно Что-то Добавить Какую-то От себя Так что И В живых Так сказать Персонажей В настоящих людей Я считаю В кино Можно добавлять Что-то От себя Есть Есть Разные Методы Написания Сценариев Насколько Ну Диалогов Сценариев Вот Мы раньше С подругой Когда только Начинали Заниматься Кинопроизводством Мы С ней Сидели Беседовали Записывали Это на диктофон И потом Отталкиваясь От того Как строится Обычная речь Ну И записи Делали диалоги Вот как у вас Это происходит Примерно Так По-разному Я ловлю себя на том Что я всегда Вслушиваюсь То о чем говорят Люди в реальной жизни И то как они говорят Манера речи Манера построения Предложений И Вот эту естественность Разговора Я стараюсь впитывать И потом передавать Я очень люблю Записывать какие-то Интересные словечки Если я услышу Где-то от своих друзей Или просто У меня Целая Где-то была подборка Я прям туда записывал И кое-что оттуда Вносил в сценарий Так что да Нужно обязательно Слушать Как говорят Обычные люди В обычной жизни В быту И все Можно Можно что-то Интересное Найти Какие-то Даже в жемчужин Речи Коллеги Есть вопросы Еще кто-нибудь Хочет задать вопрос А то я сейчас Добрый день Меня зовут Александр Добрый день У меня как раз вопрос Вы сказали Что вы рассказы писали И вы сценарий писали У нас очень многие ребята Делают мультики И мультик Это такая короткая история Как раз похожа на рассказ И вопрос такой Как вот как бы Технически Разделить Да Вот написание рассказа Это такое повествование Где ты сам себе Придумаешь картинку Как это Перепридумать Сценарий Чем вот Основное Такое Различие Как это Разделить И как Из слов Которые там Текстом написаны Превратить их В Как движущиеся Картинки Да Вот Как это Перестраивается Понятно На самом деле Я думаю Что все Все зависит От рассказа Потому что Рассказ может быть Построен Как погружение Во внутренний мир Героя От лица которого Идет повествование И тогда Перенести это На экран Гораздо сложнее Потому что Здесь мы говорим Все-таки О какой-то образности А некоторые рассказы Могут быть Построены Именно описательно Где Будет Главенствовать Именно действие И такие рассказы Гораздо проще Будет перенести На экран Вы просто Описываете действия Придумываете Какие-то диалоги И все Соответственно Если мы говорим О погружении Во внутренний мир Персонажа То тогда Там уже Придется Выбирать Из всего Вот этого Объема Что Будет Более доступно Для понимания Зрителю Что из этого Вычленить Чтобы составить Из этого Грамотное И понятное Повествование Для всех Как-то так Ну соответственно Если мы Говорим Об экранизации Чужих Каких-то Рассказов Вот вы Получили Материал Тогда Вам уже Нужно смотреть Как именно Составлен этот Рассказ Описательно Или С погружением Во внутренний мир Героя Если это Ваш рассказ Если вы Хотите Переносить Своё На экран То Вы сами Должны Для себя Решить Что именно Вы хотите Показать И рассказать Своему Зрителю А что Оставить На откуп Фантазии Если В рассказе Есть какое-то Второе дно Вот так Наверное Что-то близко К этому Ещё Вопросы? Ещё вопросы Есть? Да Есть ещё Один вопрос От меня Вот Вы сказали То что Ну Вы были Не единственным Сценаристом И Ну Часть Биографии Заняла Очень Ну 20% От всей работы Сколько Всего Всего По времени У вас Занимает Вот Работа Над Одним Проектом Одной серии Да? Одной серии Да Здесь Настолько Вообще Разбросанные Сроки Что даже Усреднённо Ничего Нельзя Сказать Потому что Вот допустим У нас есть Мой первый Большой Проект Опять же С режиссёром Рустамом Масафиром Который Снимал Король Шут Это Сериал Шаман Который Я начал Писать И который Начал Сниматься 6 лет Назад Он уже Отснят Он уже Смонтирован Но Пока Никак Не может Выйти И Писали Мы его Этот Проект Плюс Минус 5 лет То есть Он постоянно Переделывался Менялись Истории Внутри Сезона Пытались Найти что-то Интересное В общем 5 лет Писался Но Допустим Король Шут Писался Месяца 3-4 Весь сезон То есть Фэнтези Линия Доработка Биографической Линии И вот Сравните С этой Пятилеткой Так что Что-то Усреднённое Наверное Ну Если в среднем Считать Получается Года Два с половиной Или Что-то Вот там Вводим Так что Никогда Не угадаешь Сколько у тебя Времени Работан Проект Но Конечно Хотелось бы Чтобы это было Не так долго Потому что За 5 лет Можно Измениться Самому И К концу Написание Сценария Взглянуть На то Что Было Написано Изначально И понять Что Все это Было Написано Вообще Другим Человеком И у тебя Совершенно Другие Взгляды На жизнь И можно Вступить В конфликт С самим С собой Поэтому Все Имеет Свой Срок И лучше Ни с чем Не затягивать Вот так Вот у Стивена Кинга Есть правило Я вот Пишу 2000 знаков В день Обязательно В каком бы Я состоянии Не был Вот у вас Есть какая-то Схема Дисциплины Или как Это все Происходит Что-то Похожее Но не совсем Наверное Будет Я считаю Что неправильно Устанавливать Себе Какой-то Объем Работы Вот именно Сколько-то Страниц В день Написал Ты эти 20 страниц В день И что Ты написал 20 страниц Непонятно Какого качества У тебя это будет Я ставлю себе Такой план Что В этот день Мне нужно Выполнить Одну или две Творческих задачи По проекту Написать Одну или две Сцены Соответственно Они могут быть Большие Они могут быть Маленькие Маленькая сцена Может занять В написании Очень много Времени Потому что Что-то 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 Нужно искать Что-то Придумывать Поэтому Вот так Выполняешь В день Одну творческую Задачу Сколько бы Там не было Страниц И хорошо Я считаю Что так правильно А не Плясать Еще вот Такой вопрос Как сделать Интересного Персонажа Чтобы за ним Было интересно Наблюдать Наверняка Он должен быть Не какой-то Плоский А многогранный Вот у вас Есть какие-то Такие Такой Золотой Стандарт Которого Вы придерживаетесь На самом Я не могу сказать Что нет Золотого Стандарта И Наверное Я думаю Что нельзя Вот просто Подойти К процессу Таким образом Что ты Даешь себе Установку Создать Классного Запоминающегося Персонажа Мне кажется Все-таки Это фоновая Работа Мозга Именно Та вот Часть Которая Отвечает За творчество Если где-то Что-то В подсознании Родилось И ты увидел Персонажа Который Неожиданно Сам задел тебя За живое Сам как-то Возмутил Вызвал у тебя Какие-то эмоции То ты понимаешь Что с ним Уже можно работать То есть Стерильно Это все Не создать Это Мы говорим О моменте Какого-то Подсознательного Творчества Так что Еще вот Такой интересный Вопрос А князю Вообще Понравился Сериал Король и шут Ну Как будто бы Да То есть Я Я смотрел Пару Интервью Ну Отзывается Он о нем Достаточно Таким Неплохо Так что Ну и Собственно Мы старались Сделать так Чтобы В частности И У него Это не вызвало Каких-то Негативных эмоций Чтобы понравилось Я по крайней мере Старался Я большой его поклонник Поэтому Мне Очень лестно От того Что ему понравилось Фэнтези Прямо Прямо Чудо какое-то Для меня Я думаю Что На самом деле У короля Шута После сериала Началась Вторая волна Популярности Серьезно Я С таким Еще не сталкивалась Это было Очень интересно Ну вот Я не знаю Насчет того Если это Вторая волна Популярности Мне кажется Король и шут Популярен Всегда Независимо Ни от чего Потому что Я как большой Поклонник группы Все равно Периодически Я не могу сказать Что я там Слушаю Каждый день Каждый месяц Но Так или иначе Музыкальные вкусы Меняются Но где-то Раз в год Я Так или иначе Возвращаюсь К этим песням К этому миру Погостить Отдохнуть душой Послушать эти песни Если допустим Говорить о популярности То В том же чарте Яндекс.Музыки Сейчас конечно Появилось Большое количество Песен Из разных альбомов Но Так или иначе Кукла-колдуна Лесник еще что-то В чарте Яндекс.Музыки Присутствует Всегда Где-то Вот на На первых местах Что говорит о том Что Короля Шута Не забывают И он Уже Несколько поколений Радует всех У меня Я слушаю И дети мои Слушают уже Тоже Им песня Очень нравится Поэтому У меня кстати Тоже дети слушают Обожают Короля Шута Хотя им 5 лет Это единственная группа Которая они слушают Прям Превосходно Еще вот такой вопрос Что такое твист И с чем его едят Но на самом деле Я бы хотела Конечно задать вопрос Другой сейчас немножко Вы придумывали персонажа Повелительница мух И так далее Это откуда Я не знаю Как это нужно было придумать Но это было очень интересно Откуда Вы из песен это взяли Ну вот это все Вы тогда уточните Что вас Что вас именно Взволновало В этом персонаже Я точнее Отвечу на ваш вопрос Ну не знаю Вот эта Повелительница мух Которая там Пожирала путников И так далее Ну то есть Это Это в песне было Да Или как Откуда это Да Это в песне было Конечно Это персонаж Из песни Помнят с горячей Древлеани Все персонажи Которые у нас Присутствуют В фэнтези В фэнтези Линии Они так или иначе Были в песнях Лесник Фея Повелительница мух Вот эти вот Люди Которые Прятались от феи В этих холмиках Древляни Они Также присутствуют В песне Помнят с горячей Древляни Так или иначе Одним словом Но они есть Потом Кто там еще был Медведя Вот мы объединили Мы объединили Двух персонажей Медведя И охотника Себастьяна Соответственно Кто там еще Кто там еще был После медведя Вдовая Без головы Вдовая Вдовая Горкуша Да Горкуша Да Вдовая Горкуша Потом собственно Сам колдун И принцесса Как кукла колдуна Выдуманный Персонар Нет Я обманул вас Выдуманный Персонар Которого не было Которого не было В песнях Короля и шута Это вот Жених Принцессы За которого Она должна была Выйти замуж В финале Этот Карл Безнутный Дитя инцеста В двенадцатом колене Вот он был придуман нами Вот этот Жуткий Омерзительный Но милый персонаж Вот все остальные Вроде бы Так или иначе Присутствуют Так что Там безумие Безумие И вот такого Хулиганства Хорошего Хватает И без нас Поэтому я не могу Сказать что мы Что-то просто Выдумали Мы взяли Персонажей Которые уже Были в этих песнях Персонажи Колоритные Со своими характерами Забавные Жуткие Классные Отличные Просто их Поместили в одну Историю И понаблюдали Как они себя Будут вести Столкнувшись С князем Горшком С друг с другом Поэтому Это не то что Прям была какая-то Выдумка Это был просто Эксперимент По насаждению Несколько персонажей В одно место И наблюдением За тем как они Себя поведут Вот и так Все и получилось Вот про твист Вопрос Для тех Кто у нас Пока еще Только начинает Снимать фильмы Объясните что такое Твист И как его придумать Как сделать так Чтобы прям В конце серии Бац И все И ты начинаешь Ждать следующую Твист Это неожиданный Поворот Который В зависимости От твиста Самого Либо переворачивает Всю историю Сверх на голову И заставляет На весь Хронометраж Что вы посмотрели Взглянуть Под другим углом Либо такой Твист Локальный Что Что показывает Нам какие-то Небольшие изменения Которых мы не заметили Как его придумать Слушайте Вот черт его знает Это опять же Из разряда Какой-то магии Творчества Потому что Все твисты Которые Придумывались Мной Они Где-то как-то Добывались Как будто бы Из подсознания И я уже Осознав Что Появился Некий твист Удивлялся сам Наверное Хороший твист Опять же Таким каким-то Ремесленным трудом Не придумать Это тоже Какой-то Элемент Подсознательного Творчества Я вот сейчас Честно Задумался Придумывал ли я Как-то старательно Какой-то твист Пытался ли я Его найти Но наверное Нет А если и пытался То ничего хорошего Из этого не вышло Все-таки Какой-то специально Выдуманный твист И твист Рожденный Вот из подсознания Мне кажется Это качественно Две разных вещи Вот так что Тут что-то Тут что-то Должно быть Но Я так думаю Что чтобы придумать Наверное Твист Не нужно руководствоваться Конкретной историей Которую вы сейчас пишете Если вы нацелены На то чтобы Создавать какие-то Интересные истории Которые будут Насыщены твистами То Наверное Вам нужно смотреть Такие же фильмы Где есть твисты То есть Посмотреть Кто у нас Самый знаменитый Твистист В кино Эм Найт Шемалан Посмотреть фильмы Эм Найта Шемалана Посмотреть Как работает Эта технология Как меняется Взгляд на историю На персонажей После того Как этот твист Произошел И у вас Начнет Сознание Подсознание Как-то подстраиваться Работать Таким образом Что вы Сами потом В процессе Сможете Что-то Выдумать Такое От чего Удивитесь Сами То есть Некоторые Твисты Которые Я Придумал И когда Они вспыхнули В моем сознании Они заставили У меня У самого Подняться Вот этим Мурашком И Подумать Ничего себе Как это Как такое Можно было Выдумать Так что Смотрите Фильмы с твистами В общем Тренируйте Мозг Вот это дело Вот кстати Вопрос В тему Как научиться Вообще Писать Классные Истории Книги Вот Истории На миллион Они помогают Такие книги Или Или побольше Просто фильмов Смотреть Нужно Делать И то И то Я Ну естественно И фильмы смотрел Учился на фильмах Потом Когда мне Предложили Там написать Какой-то Первый сценарий Я понял Что нужно Подтянуть Матчасть Обязательно Потому что Ну В книгах Наверное Все-таки Ерунды не напишут Я прочитал Одну Другую Книгу Сид Филд Киносценарий Вот Александр Митта Кино Между Раем И Адом Книги Александра Молчанова Читал Есть у меня Еще Книга Роберт Макфи Которую До сих пор Никак не могу Прочитать Из-за Том Что все Эти книги По сценаристике Они в общем-то Пишут Об одном И том Там написано Одно И то же Просто Немножко С разных Сторон И для того Чтобы Не расслабляться И Быть Так сказать На плаву Нужно Периодически Что-то Подсчитывать Чтобы Приводить Себя В форму Потому что Книги По сценаристике Действительно Очень много Объясняют Объясняют Как выстроить Структуру Таким образом Чтобы Фильм Смотрелся Правильным Но вот Эта вот Вся работа Она была Незаметна Для зрителя Так что Книги читать Тоже Рекомендую И советую Это очень полезно У кого-то Вопросы Есть Я вот Знаю Что у нас Здесь Есть В чате Поклонники Сериала Король и Шут Анна Хотите Задать Ну Кто Самый Смелый Будет Кто-то Подключился Или Отцепился Как-то Плиточки Изменились Расположение Нет Кто-то Отцепился У нас Так Есть Желающие У меня есть Такой Вопрос Здравствуйте Еще раз Александр Скажите А в какой Момент Заканчивается Работа Сценариста Над Сериалом Фильмом В момент Когда Сдается Последний Черновик Сценария Последний Драфт Или потом Еще приходится Дорабатывать Дорабатывать И возможно Даже приходить На съемочную Площадку Ну Вот я На съемочной Площадке Не был Ни разу Но Я вам так Скажу Что работа Сценариста Она заканчивается Даже Грубо говоря В тот момент Когда Серии Выходит В эфир То есть Что происходит Пишется Черновик Сценария Он сдается Он принимается На съемках Могут возникнуть Какие-то Дополнительные Идеи То есть Ко мне Рустам Несколько раз Обращался С предложением Придумать Что-то еще Сделать Как-то Сцену Интереснее И прямо В процессе Могло Что-то Измениться И какие-то Какие-то Смешные Моменты Могли Придумываться Буквально За день Или в день Съемок Вот например В четвертой Серии Был момент Где Горшок Приходил К врачу И она доставала Из глаза Пиявку Вот этот момент Мы придумали Буквально за день И это Было очень забавно Потому что Мне позвонил Рустам Сказ Надо что-то придумать Надо что-то придумать Такое Интересное Просто сцена Сама по себе Вот он приходит Врачу И что Как-то надо Оживить Что-то Какое-то Дикое Сделать Ну окей Хорошо Вызов Принят Давай Вот у нее Стеклянный Глаз А в глазнице Она держит Пиявку Которая у нее Высасывает Какие-то Отложения Какой-то Гноя И он Сам Даже немножко Удивился Говорит Думаешь Стоит Сделаем Я говорю Давай Давай Сделаем Все Сняли эту сцену И вот Одно из Любимых Запоминающих Составов Даже по-моему На ютюбе Она есть Вырезанная У нее там Какие-то Безумные Тысячи Просмотров Люди Смеются Вот так А Так вот Значит Что касается Длительности Работы То есть Работа продолжается Пока еще Ведутся съемки Работа Также продолжается Когда ведется Монтаж Ведется озвучка Там что-то Если где-то Мы поняли Что Зрителю Может быть Непонятен Какой-то момент Есть возможность Что-то дозвучить Что-то переозвучить Соответственно Здесь тоже Немножко Переписываются Реплики И На озвучке Дозвучивается Это уже Получается Ведется Монтаж Даже В процессе Выхода Фильмов Конечно Он такой Точечный Немножечко Косметический Но тем не менее Даже В процессе Выхода Сериала Можно что-то Где-то Изменить Так что Фактически Работа Сценариста Заканчивается В тот момент Когда выходит Последняя серия Сериала Вот тогда Работа Сценариста Заканчивается Действительно А в том случае Если вы Едете Режиссерская Версия То может быть Еще лет Через пять Понятно Спасибо Да Я могу сказать Что режиссерская Версия Короля и Шута Вот она Собственно Есть Это режиссерская Версия Потому что Рустам Масафир Классный Режиссер И делает Все Бескомпромиссно Это нельзя Назвать Какой-то Продюсерской Версией Он Сделал И мы Сделали Так как Хотели Грубо говоря И мы очень рады Что Это все Одобрили И Это все Вышло И это все Увидели Вот так Спасибо Когда ваш Сценарий Когда ваш Сценарий Клинизируется И вы Видите Картинку У вас Ну Не бывает Такого Что типа Вы смотрите А нет Нет Вот этот Вот этот Актер мне не нравится Там Или еще что-то Вот Как это у вас Проходит Потому что Внутри Картинка Все равно Одна Бывает Это я Могу Сказать Довольно Забавное Ощущение Вот Поэтому Поэтому Я стараюсь Не Не привязываться Эмоционально Прямо Каким-то Сценам Не Не Привязываться Эмоционально К своему Видению Сцена Потому что Я понимаю Что Может быть Все Совершенно По-другому Я понимаю Что Мне Это Может Не Понравиться Но Поскольку Зрители Не знали Как Это Было Написано Они Видят Картину В чистом Виде Так Скажем Поэтому Здесь Я стараюсь Свои чувства Все-таки Загонять Куда-нибудь Поглубже Такие моменты Конечно Были Даже В королей Шуте Не буду Говорить Какие Я придумал Сцену Одним Образом Все это Было Снято По-другому Меня Что-то Где-то Немножко Покоробило А когда Уже Это Вышло Я понял Что Да Наверное Так Было Лучше Стало Лучше Стало Веселее В какой-то Степени Интереснее У меня Допустим Вызвал Вот Самая Наверное Такая Яркая Сцена Вызвал Противоречивые Чувства Образ Феи Повелительницы Мух Потому что Я ее Представил Головей Как фею С крылышками Такое Какое-то Лесное Создание А Рустам Ее Сделал Вот такой Интересной Фей И Спустя Какое-то Время Я понял Что Наверное Это Было Правильнее Потому что Все-таки У нас Панк-сказка И нужно Сделать Было По-панковски А Если бы Сделали Таким образом Как придумал Я Наверное Было Слишком Сахарноватно Скорее всего Так что Сейчас я признаю Что этот Образ Был Лучше Чем придумал Я Нужно Дать Время Себе Привыкнуть И понять Друзья У нас Осталось Шесть Минут Поэтому Прошу Задавать Вопросы Если Еще Есть Если Нет То Я Задам Спрашивайте Пожалуйста Кто-нибудь Я хочу Тогда Еще Вопрос Вы Говорили Что Вы На день Ставите Задачу Сделать Две Творческие задачи И что Даже Если Она Маленькая Вы Ищете Какие-то Материалы Какие Материалы Вы Обычно Ищете Чем Вы Подкрепляете Эту Работу По Придумыванию Нового Какого-то Образа Или Сцены Я могу Сказать Да Я могу Сказать Что Проводить Изыскание Для Сценария Это Наверное Моя Любимая Часть Работы Работа Сценариста Она Вообще Очень Интересная Потому Что Тебе Нужно Для Каждой Конкретной Истории Изучать Разные Интересные Вещи Про Которые Ты Не стал Ничего Искать При Жизни Это Может Что-то Страшное Что-то Смешное Что-то Противоречивое Что-то Жуткое И Ты Начинаешь Просто Искать Информацию В интернете Какие-то Может быть Там Где-то Статьи Интервью И так Далее И Исходя Из этого У тебя Формируется Более Широкое И правильное Представление О Теме Своей Работы И Более Того В процессе Вот этих Изысканий Могут Возникнуть В голове Какие-то Образы Которые Станут Основой Для Линий Сцен Характеров Персонажей Изыскания Можно проводить Как в интернете Если Что-то Совсем Хардкорное Можно Пойти В библиотеку Найти Какую-нибудь Книгу Но Это Часть Исследовательской Работы Часть Такого Поиска Которая Само По себе Является Неким Путешествием И неким Приключением Поэтому Для меня Это Самая Интересная И самая Любимая Часть Работы Отличный Вопрос Спасибо Большое За него Спасибо И поскольку У нас осталось Совсем Мало Времени Хотелось Услышать От вас Многие Начинающие Режиссеры Не верят В то Что Можно Как-то Пробиться В большое Кино И В общем Работать Над большими Проектами Вот Как На ваш Взгляд Это так Это Соответствует Истине Ну Вроде Была Призрачная На самом Деле Конечно У нас Был Проведен Этот Питчинг Проведен Конкурс Я Приложил Естественно К этому Какие-то Старания Выиграл В конкурсе Меня Заметили Ребята Из Компании Байкал Кино Наше Местное Кинопроизводство И Пригласили Просто Навстречу Пообщаться Подумать Над Какими-то Проектами Я помню Что Я в этот Момент Дико Испугался Потому что Они К тому Времени Уже Были Достаточно Крутыми И известными То есть У нас Было Снято Несколько Фильмов Решала Которые В том числе Показывали По всей России Поэтому Был Некий Мандраж Встречаться С этими Людьми Не встречаться А вдруг Что-то Как-то Но я Все-таки Как-то Этот страх Переборол И пошел Вот мы Начали Тогда Работать Над Проектом Шаман После этого Меня Пригласили В Москву Я тоже Боялся Встречался С продюсерами Валерием Федоровичем Евгением Никишовым Тоже Боялся Тоже Не поехал Я Сейчас Вспоминаю Вот эти Моменты И думаю Над тем Что Если бы Я тогда Отказался Если бы Я тогда Не пошел Я впадаю В какую-то Дикую панику Дикий ужас Прям до Холодного пота Поэтому Нужно Цепляться За каждую Возможность И делать Все возможное Для того Чтобы Свою Мечту Осуществить А для этого Нужно Идти туда Где страшно По-другому Никак Только Переборов Вот это Сомнение Стеснение Можно Чего-то Добиться Под лежачий Камень Вода Не течет Баба С воздуха Были легче Если любишь Отпусти Все пословицы Сказал У нас осталась Одна минута Александр Я вас очень попрошу Поскольку у нас конференция Может Незапно Завершится Скажите Скажите Какое-нибудь Пожелание Нашим ребятам Которые Работают Которые Делают Кино Делайте Кино Если вы Это любите По-настоящему Конечно Делайте Потому что Я считаю Что любовь К своему делу Она так или иначе Найдет выход При этом Кинопроизводство Оно Достаточно Многогранное Если не сценаристом Если не режиссером То редактором Или чем-то Вроде там Работой на съемках Можно себя Так или иначе Найти Можно найти себя В кино Не Не опускайте руки Никогда В моей жизни Было В работе Множество моментов Когда хотелось Все бросить К чертовой матери И Пойти работать Там на завод Условно Никогда Если любите что-то Не отпускайте Это Никогда Не сдавайтесь Делайте 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 Так или иначе Это приведет К какому-то результату В моем случае Привело Не могу конечно Говорить за всех Но Жизнь одна Жизнь одна И Потом Можно Пожалеть Если не занимался Тем Чем любишь Главное любовь То есть Для меня даже Не Не столько Какая-то Престижность Вот этой Профессии Сколько Осознание Того Что я Занимаюсь Любимым Делом Дает Очень Многое Дает Силы Жить И работать Вот так Спасибо 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 большое За то что Согласились Спасибо 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 Была очень Познавательная Интересность Спасибо вам Огромное Вот Желаем вам Больших Успехов В кино И так сказать Продолжать У нас Спасибо Спасибо большое Всего До свидания Всего хорошего Благодарю вас Благодарю вас